Космический мусор представляет собой твердые отходы космической деятельности. Сюда относятся неработоспособные спутники, запущенные человеком за 60 лет освоения космоса. Вторая и третья ступени ракета-носителя, разгонные блоки и фрагменты спутников после взрыва или столкновений, например, фрагменты обшивки. Так и появляется космический мусор. Ученые подсчитали, что сейчас в космосе находится почти 128 миллионов кусков космического мусора размером более одного миллиметра и 34 тысячи частиц размером более 10 сантиметров. Все, что меньше одного миллиметра, подсчитать крайне трудно. Некоторые ученые говорят о триллионах таких осколков. Около трех тысяч спутников вышли из строя из-за мусора и сами превратились в него. То, как появилась космическая эра, с этого момента можно считать и появился космический мусор. Но от естественного вот этого мусора, который в космосе летает в виде метеоритов, метеоров, более крупных тел, болидов, то космический мусор это искусственное образование. То есть это сам человек создал в космосе. Согласно последним исследованиям, такой космический мусор, иными словами, артефакты в скором времени создаст большую угрозу любым космическим миссиям. Оставленный астронавтами ящик с инструментами или фрагмент уже изжившего себя спутника застревает на орбите Земли, создавая собой и сотнями тысяч себе подобных непроходимую стену. Учитывая скорость, с которой летательные аппараты входят в открытый космос, столкновение с относительно небольшим фрагментом космического мусора может повлечь за собой тяжелые повреждения корпуса. Одна астронавтка, это американская, скажем, освоительница космоса, вышла в открытый космос с таким вот как бы инструментом, ящичком, и отпустила его случайно. И он до сих пор летает вокруг нашей Земли. Но еще раз повторяю, этот ящик представляет большую опасность для, скажем, тех космических миссий, которые осуществляются. В принципе, сейчас ситуация такая, что этого космического мусора накоплено такое количество, что если дальше в таком же темпе пойдет, то через некоторое время космические аппараты просто не смогут выходить на заданные орбиты, потому что все там будет усеяно вот этими артефактами. Отвечая на вполне логичный вопрос, какие способы существуют для улучшения ситуации с космическим мусором, можно смело заявить, что на данный момент ученые и исследователи не готовы предложить решение проблемы. Сейчас не существует способа избавления от артефактов, так как все попытки могут лишь усугубить ситуацию, медленно приводя к синдрому Кеслера. Нет таких систем, ничто не могут предложить, потому что собрать вот эти вот все разновеликие, разнородные вот эти вот артефакты, которые там искусственные находятся вокруг нашей планеты, невозможно, потому что их просто невозможно даже там выловить, скажем. Нет таких систем. Существует также небольшая вероятность того, что космический мусор, оставленный в результате экспедиции может вернуться обратно на Землю. Казалось бы, в таком случае у каждого из небесных объектов есть подобный шанс, а значит в какой-то момент орбита Земли сможет самостоятельно очистить себя от артефактов. Однако не все так очевидно. Вероятность падения ужасно мала, и то количество, которое сейчас кружит вокруг нашей планеты, не сможет полностью самоуничтожиться. Часть из них, разумеется, часть возвращается на Землю по одной простой причине, что есть такая вот интересная история. В общем-то, все вот эти вот любые вот эти вот компоненты, которые там кружат, они все-таки не по круговой орбите, они по эллиптической орбите вращаются, по некой. И у этой орбиты есть апогей и перигей. И вот бывает такое, что у этой орбиты, у этого тела начинает, в общем-то, этот вот перигей, чиркать по атмосфере Земли. Как только это происходит, считайте, что, в общем-то, мы избавляемся от этого куска мусора. Ученые предполагают, что в какой-то момент мы больше не сможем выводить новые спутники на орбиты, так как они будут полностью заняты космическим мусором. Это может произойти из-за каскадного эффекта, который называется синдромом Кеслера. Стремительно растущий объем космического мусора будет производить другой мусор, а он, в свою очередь, по цепной реакции новый мусор. Общий характер каскадного эффекта такой же, как и у ядерной цепной реакции. Таким образом, орбиты будут заняты, и человек больше не сможет запускать летательные аппараты по причине неконтролируемых столкновений. Елизавета Газизянова, Фарид Захидаглы, Универньюз.